В прошлом году в Канде утонули три человека, в том числе и один ребенок. Как не допустить повторения трагедии на воде? В чем коварство нашей реки? Эффективны ли родительские патрули? На эти и другие вопросы нам ответит начальник аварийно-спасательного формирования Виктор Терешко. Здравствуйте, Виктор Валентинович. Расскажите, каким образом сегодня контролируется береговая зона? Мы начали патрулировать уже месяца полтора назад, как только первая температура у нас начала днем быть плюсовая, появились первые забереги. Мы проводили в то время тогда три раза в неделю мониторинг ледовой обстановки. И когда уже крайний раз мы замерили, увидели, что уже лед начал становиться трубкой, мы уже начали дежурить по набережной патрулирования с дежурством. Именно в таких местах, куда могут выйти дети особенно, два раза дежурили. На сегодняшний день мы патрулируем береговую зону в течение трех раз в день. То бишь, значит, мы стараемся сориентироваться так, подстроиться под первую смену школы. Вот у нас в среднем где-то в 12 пол первого заканчивается первая смена школы. Вот мы обязательно проезжаем. Потом уже второй раз мы едем, именно когда заканчивается, ну, ориентировочно так заканчивается вторая смена занятий у детей. И третий раз уже едем где-то в районе 7 часов вечера, когда уже все, ну, идут, так скажем, люди выходят на улицу погулять. Вот. Ну, когда очень сильно тепло получается, как были вот эти вот дни, мы даже бывает такое, что мы промежуток времени тоже так выезжаем. Вот. И чем еще хорошо, то, что у нас еще отряд находится в бывшем здании «Алекса». И на втором этаже у нас очень хороший обзорный пункт. У нас есть бинокль, и с балкона довольно-таки видно, начиная практически от моржей, заканчивая аж практически за спектр, ну, как мы говорим, ближний привод. Поэтому мы обзор имеем. И если мы где-то увидели, что малейшее что-то, мы сразу выезжаем. Как организовано сотрудничество спасателей и специалистов единой дежурно-диспетчерской службы? Очень большую нам подмогу дает диспетчерская служба и ДДС. У них же выведены мониторы, вот этот безопасный. Стоит еще камера лесохран. Мы тоже наводим на речку, так что маленько, если что-то где-то видим малейшее, мы сразу мгновенно выезжаем, тем более нам тут ехать 3 минуты. Мы еще организовываем с ГИМСом совместные патрули, сотрудники полиции. Полиция иногда сами проезжает, ну, мы с ними. Ну, плюс рейды, да, рейды обязательно у нас проводятся по месячнику безопасности. Какие места Канды требуют особенного внимания спасателей? Мы заезжаем обязательно на пляж, потому что тут вот стенка причальная закрыта, и там кусты нам не сильно видно, то мы в любом случае заездом на пляж. Плюс еще Колосео мы проезжаем, аж проезжаем, где у нас благоустройство до самого конца набережной. Наезжаем, смотрим. Ну, если выявляем, естественно, сразу спасатели принимают первые меры, это сразу, как говорится, забрать детей от речки, увезти их. Все, по возможности фамилии узнаем. Если нет, вызываем полицию, сотрудников полиции, по делам несовершеннолетних, передаем им. Ну, стараемся. Обычно дети говорят фамилии, мы уже знаем, какая школа, все, мы потом с этими школами отрабатываем эти моменты. Поэтому профилактическую работу проводим, проводим патрулирование, ну, чтобы не допустить несчастных случаев. О чем стоит поговорить родителям со своими детьми, чтобы не допустить беды? В пользу случаях хочу обратиться взрослому населению города, родителей или их официальных представителей детей. Смотрите за детьми, надо дома тоже объяснять. Не только мы одни должны работать, в том числе и в семье должны рассказывать детям о безопасности. Потому что речка считается потенциально опасным объектом. Вода, она шуток не любит. Так же самое, как и огонь, ветер. Вода, да, тем более, что человек у нас имеет отрицательную плавучесть. Все, крайне редко кто, тем более вода холодная, крайне редко кто может выдержать такую холодную воду. Тем более дети, еще если у человека испух, да, это паника, испух, это один из, скажем так, один из факторов того, что человек может погибнуть, если некому оказать помощь сбоку. Иногда бывает такое, что даже кто-то сбоку сам теряется, начинает паниковать. Поэтому, уважаемые родители, проведите беседу с детьми, объясните им, спрашивайте, куда они ходят у вас гулять. Спасибо, Виктор Валентинович. А я напоминаю телезрителям, что сегодня мы беседовали с начальником аварийно-спасательного формирования по городу Ураю о том, как избежать трагедии на воде в предстоящем сезоне.